Гомельские следствия сделали полезные подарки медикам. Допомога работников медустанов стала доброй традицией. Супрацовники доказывают, для них это не модный повел, а щирое ожидание поднимать правильных героев теперешнего часа. Сегодня в день медицинской сестры, работники Следствия комитета и наши корреспонденты наведали одну из областных установ. Коллектив областного скурно-венерологического диспансера амаль полностью складают женщины. Али выпробование, якое легло на их плечи, проявило их стойкость и внутреннюю силу. Зараз установа перепрофилявана на работу с хворыми на коронавирус и контактными особами. На ахверовании членские узносы громадского объединения Союз следствий для больницы закупили больше за 2000 оборонных масок и 100 литров дезраствору. Незвычайного, аменовита для экстренной дезинфекции. Это расходный материал, которого никогда не бывает шмат. Наша помощь носит адресный характер и предназначена для Гомельской областной кожвен больницы, так как это одно из первых учреждений здравоохранения региона, которое перепрофилировало свои койко-места под оказанием медицинской помощи больным, которые заражены коронавирусной инфекцией, либо относится к контактам первого уровня. Одновременно хотелось бы от лица Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области высказать слова признательности и поддержки всем работникам учреждений здравоохранения, а также работникам санэпидемиологических служб, за те неимоверные усилия, которые они предпринимают в противодействии распространению инфекции. Коллектив диспансера оценил высокородный жест гомельских следших. Цепергины працуют в нестандартных умовах, але постоянно отшувают поддержку с боку самых разных предприемств и организаций. Это надает силы и доказывает значность их нелегкой справы. Хочу выразить слова благодарности от всего нашего кожно-венерологического диспансера областного, от каждого сотрудника и от Управления здравоохранения за ту помощь, которую нам сегодня непосредственно оказало Управление Следственного комитета по Гомельской области, за то необходимое, это досредство, это одноразовые маски, которые сегодня никогда не бывают лишними. Также хочу выразить слова благодарности всем частным и государственным большим и маленьким коллективам, которые поддержали кожевый диспансер. Сегодняшняя эпидемиологичная ситуация показывает, подтримка медиков повинна быть не одноразовой, а регулярной. Прыклад Следующего комитета – пераконвая. Люди готовы допомогать стольки, кольки потребно. Миколай Скинсиан, Андрей Иванов, Телерадоя компания Гомель.